Приветствую всех своих подписчиков! И вот долгожданный видеоролик, связанный со схемой сенсорного выключателя. Именно выключателя с фиксацией. Как обещал, когда видеоролик наберет 5000 комментариев, я не знаю, наберет ли 5000 за короткие сроки, поэтому видеоролик выкладываю сразу же на второй день после съемки первого видеоролика. Когда будет загружен на YouTube, не знаю. Постараюсь поскорее. Так, ну вот, все это дело, как вы помните, в первом видеоролике было на макетное платье. Сейчас я все перевел это на своеобразную, ну, по сути, тоже печатная макетная плата, но уже более хорошая для реального применения. Итак, реле мы видим, поскольку у нас, у меня, вернее, нагрузка, устройство предназначено для автоматического включения-выключения сетевой нагрузки, осветительного прибора, и поэтому вот стоит реле. Реле, сейчас покажу, какое. Так, рассчитан на сетевое напряжение, ток 5 А, то есть можно нагрузить до 1 кВт. Далее, насчет микросхемы. На самом деле, это просто таймер 5-5-5, установлен на пины. На основное питание поставил конденсатор 16 вольт, 470 микрофарад электролит. И опт-трон от компьютерного блока питания. Поясню, как потом его подключить. Ну, насчет транзистора силового, который нужен для того, чтобы замкнуть и разомкнуть реле, стоит, изначально хочу сказать, что все транзисторы, 1, 2, 3, 4, 5, стоят 2Н555-1. Можно использовать вместо них, скажем, наш отечественный КТ-3102, КТ-315, без проблем. Все будет работать. Можно и более мощные, но смысла, думаю, нет. Вот в этой цепи собрана у нас схема сенсорной кнопки, то есть без фиксации. И на таймере 5-5-5 собрана схема электронной кнопки с фиксацией. И вот сама схема прибора. Так, ну, вот этот узел именно конкретно вот более часто встречается в интернете, как пробник скрытой проводки, в общем, под разными именами. Тут у нас расположен сенсор, который может быть либо медная, фольга медная, либо алюминий. В общем, любой предмет металлического типа. Как только мы касаемся сенсора руками, от нашего тела синусоидальный сигнал заставляет открываться первый транзистор. Эмиттер транзистора подключен к базе последующего транзистора. То есть, по сути, у нас собран тут некий аналог составного транзистора для увеличения чувствительности. И последний вот транзистор в нашей схеме. Эмиттер у него идет к основному минусу. Коллектор, то есть силовой вывод последнего транзистора у нас подключен к катоду светодиод, то есть оптопары, оптрона. И питание для лампочки встроенного светодиода в оптроне подается через ограничительный резистор на 100 Ом. Как только цепочка наших транзисторов последовательно открывается, то на оптрон протекает напряжение, что заставляет светиться внутреннему светодиоду. Поступая луч светодиода на фотоприемник, у нас открывается оптрон и, по сути, вот эта цепь у нас играет роль кнопки. При замыкании этой кнопки у нас активируется схема и поступает сигнал на конечный транзистор, который, в свою очередь, открывается и пропускает питание на обмотку электромагнитного реле. Второй контакт реле подключен к источнику питания. Также в схеме присутствует цепочка из диода для защиты, для страховки. Контакты у нас вот тут нарисованы. Последовательно контактом реле, как только реле активируется, замыкается вот этот контакт и мы можем управлять сетевыми нагрузками. В нашем случае вот тут лампочка накаливания, подключенная все 220 вольт. Вот таймер. В таймере нам у нас задействованы только выводы 8, 4, 1, 2 и 6. Первый вывод у нас общий. Четвертый и восьмой идут к плюсу питания. 6 и 2 идут на управление и все. Так. Пятые и седьмые выводы у нас свободные. Вот так выглядит наша схема. Аптрон можно взять любой от компьютерного блока питания. Можете найти 4-х выводной стандартный Аптрон, на котором имеется метка. Эта метка у нас анод встроенного светодиода. Вот подключается таким вот образом. Насчет транзисторов замены я уже указал. Схема обладает довольно высокой чувствительностью, но в том случае, если вам нужна чувствительность побольше, то мы можем точно таким же способом, сейчас покажу, как это сделать, подключить еще один транзистор и получить гигантское усиление. Так. Примерно вот таким образом. Можно тут подключить... Вот наш транзистор для усиления дополнительного сенсора. Эмиттер подключен к базе транзистора. Эмиттер этого транзистора подключается на базу вот тут. Таким вот образом. Коллектор у нас подключается через резистор к плюсу питания. Через резистор, скажем, 8,2 МО. Что я и сделал. Просто чувствительность не устроила, хотя довольно высокая. Но при пониженном источнике питания у нас чувствительность не была такой большой. Поэтому я решил задействовать 4 каскады усиления. Насчет вот у многих возникнет вопрос. Вот у нас тут подключается питание. Верхняя шина у нас плюс источника. Нижняя шина у нас минус. Номинал входных напряжений, как я уже указал, зависит в первую очередь от номинала электромагнитного реле. Если у вас реле на 12 вольт напряжения катушки, то нам нужно использовать номинал питающих напряжений от 9 до, скажем, 15 вольт. Схема без проблем работает от такого напряжения. Можно и задействовать реле на 5 вольт, но с учетом того, что контакты должны работать на сетевое напряжение. Так. Возникает тут проблема. Поскольку цепь питания узла управления, вот именно этой схемы, низковольтная. И в сети у нас, как мы знаем, 220 вольт. Как же сделать так, чтобы устройство питалось от сети? На самом деле все гораздо проще, чем вы думаете. Есть два основных и простых варианта питать схему от сети 220 вольт, при том не задействовать трансформаторный или импульсный блок питания. Первый вариант наиболее простой и выглядит вот так. Тут что мы видим? Видим мы цепочку, которая состоит из последовательно подключенных. Конденсатор у нас, диод и резистор. Резистор обязательно взять с мощностью 2 ватт. Номинал данного резистора может быть от 12 до 47 кОм. Диод типа 1Н4007 в качестве полупериодного выпрямителя. И конденсатор с емкостью, скажем, от 100 до 470 микрофарад. С расчетным напряжением от 16 до 25 вольт. Это электролитический конденсатор. Сетевое питание у нас минус, по сути, общий 220 вольт. И плюс через ограничительный резистор для гашения. И диодный выпрямитель поступает на конденсатор. Выходное уже напряжение этой цепочки минус, общий и плюс. Можно подать на схему. Если схема не будет, настройка схема делается, во-первых, таким образом. Подключаем сеть 220 вольт, не боясь, если уверены, что резистор у вас на нужное сопротивление. От 12 до 47 кОм. Поставим 12 кОм, чтобы никто не путался. После подключения в сеть 220 вольт, на вот этих контактах, плюсы и минусы конденсатора, измеряем напряжение. Оно должно быть на уровне 16 вольт. Если все так, то смело подключайте в сеть. Резистор довольно мощный нужен, как я уже указал, 2. А если есть, на 5 ватт, поскольку он будет нагреваться в ходе работы схемы. Такая схема от сети практически ничего не потребляет, но имеет один сущий недостаток. Это то, что не имеется гальваническая развязка сетью, и поэтому не нужно дотрагиваться высоковольтной цепи. Но тут уже у нас напряжение поменьше за счет именно резистора. И второй вариант, это использовать схему китайских зарядных устройств с балластным конденсатором для обеспечения тока гашения. Сейчас я ориентировочно покажу, как выглядит схема. Тоже довольно простой метод. Кстати, на этой схеме дополнительный стабилизатор не нужен. По сути, конденсатор уже у нас в какой-то мере может стабилизировать напряжение. Поэтому он не нужен. Дальше. Дальше у нас идет более надежная и более безопасная в какой-то мере схема, которая состоит из узла стабилизации. Но стабилитрон тоже можно исключить из схемы. Вот как выглядит наша схема. Номиналы я сейчас поясню. Балластный конденсатор. Параллельно ему подключен резистор. Резистор может иметь сопротивление от 100 кОм до 1 МОм. Он нужен для того, чтобы разрядить конденсатор, как только схема выключается из сети 220 Вольт. Вот эта часть у нас подключается в сеть 220 Вольт, соответственно. Плюсы и минусы схема не имеет. Так. Балластный конденсатор может иметь емкость от 0,47 мкФ до 1 мкФ. В пределах этого можно взять 0,47, 0,5, 0,68, 1, 1,5 даже. 2,2 можно также использовать. Чем больше емкость конденсатора, тем больше выходной ток схемы. В нашем случае схема при включенном состоянии, то есть когда реле замкнуто, потребляет ток не более 40-50 мА от источника питания 12 Вольт. До того, чтобы получить тут на выходе, ну где-то, скажем, 60 мА, можно использовать конденсатор в 1 мкФ, что равноценно выходному току 0,75 мА. Дальше. Конденсатор, как вы уже поняли, электролит, простите, пленочный, с рабочим напряжением в 400 Вольт. Если нет, можно и 250 Вольт. Диод в качестве полупериодного выпрямителя использован типа 1Н4007. Не будем писать в общем. Ну, всем понятно. Штатные выпрямительные диоды 1 кВ, 1 А. 1Н4007. Конденсатор плюс у нас вот тут. Конденсатор где-то 25 Вольт, 100 мкФ, электролит. Дальше у нас имеется также диод Зенера, подключенный вот таким образом. Это простой стабилитрон на напряжение стабилизации 12 Вольт. Очень советую использовать стабилитроны на 1 Ватт. Выходное напряжение тоже у нас уже поменьше. Будет стабилизированное выходное напряжение уровня 12 Вольт. Можно и схему питать без проблем от 15 Вольт. Если нет стабилитрона на нужное напряжение стабилизации, то без проблем последовательным образом можно подключать 2 стабилитрона на 6 Вольт. Или, скажем, несколько штук для получения нужной напряжения стабилизации. Вот все это дело так выглядит. Эта схема тоже имеет тот же недостаток, который и первая схема имела. Нет гальванической развязки с сетью. Но тут взамен у нас есть балластный конденсатор, который предназначен для тока гашения. То есть при любой проблеме у нас, по сути, опасное напряжение только до конденсатора. После конденсатора у нас уже, если убрать, скажем, конденсатор, диоды, вот эту часть, то мы получим тут после диода повышенное напряжение. Но это напряжение не смертельно, поскольку ток довольно маленький. После добавления конденсатора и стабилитрона мы получаем уже стабилизированное выходное напряжение. Эта схема наиболее часто используют китайцы в своих фонариках, в схемах безопасности. То есть бестрансформаторные блоки питания сейчас довольно популярны и работают. Имеют, несмотря на дедостоинство, которое указал, имеют огромное преимущество между трансформаторными и, скажем, схемами на импульсных источниках. То, что почти не потребляют электроэнергии от сети, могут гореть, могут работать вечно практическим образом. Также, если при хорошем монтаже, они полностью безопасны. Если, разумеется, схема у вас не в оголенном виде и нет опасности, скажем, дотрагиваться до обратной стороны платы. В общем, друзья, я выполнил, конечно же, вашу просьбу. Вполне рабочая схема. Очень советую всем тестировать. Лично я именно собрал схемку для того, чтобы обеспечить сенсорное освещение, можно сказать, в одной из комнат дома. Подключается слотом отклоны, поскольку у нас нет под рукой сетевого напряжения, да и соответствующего блока питания. Подключаем отклоны. При касании сенсора слышим щелчок от электромагнитного реле. Как-то я неправильно подключил, думаю. Полетела крона. Крона должен заметить, что у меня подсевшая. И может... Думаю, будут слышны щелчки от реле. То есть, при касании, как мы дотрагиваемся, у нас идет щелчок. То есть, реле срабатывает. Но поскольку крона низковольтная, то 9 вольт и чуть подсевшая, то реле может и не сработать в моем случае. Хотя, думаю, слышно, что работает. Кое-как. Ну, ладно. В общем, надеюсь, поняли основу работы схемы. Скорее всего, фотография нормальной схемы будет сделана и в архив скину, чтобы смогли скачать. А если нет, прошу, сделайте скрин. Тут, думаю, все прекрасно видно. Вот так сделаем. На этом, друзья, все. Не забывайте подписаться на мой канал, ставить ваши лайки, отзывы и, конечно же, комментарии. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok